значит ребята хочу сказать спасибо вам большое всем тем кто сделал лабораторной работы там нет к ним никаких замечаний вот единственно что я там получается у меня там по разным группам все это разбросано я там основное конечно а и но есть еще немцы другие деканаты другие эти самые как это другие ведомости вот причем я даже даже вот вчера проверял начал проверять 196 группу вот последнюю я там не нашел там много фамилий который нашел куда они там относятся то есть у меня нет такой ведомости куда это можно вставить то есть если на и это немцы и слай это поляки а наверное ты испанцы там еще есть я и по моему так вот вот наверное нужно туда им в общем я вам просто высылаю ведомости уже для деканата а здесь получается такой вариант что нет ведомости куда бы эти фамилии можно вставить вот поэтому с этой 196 группа и сегодня я сделаю это вот уже будет все вот и нужно уже проверять второй модуль чтобы потом под занавес не таша касс очень много у меня там 12 групп все в этом и в этом году и очень долго получается что-то еще я хотел да значит я не помню да здесь по моему нет тех людей которые глобал лоджик или есть я не помню кто из вас тоже большое спасибо что вы участвуете есть езда большое спасибо что участвуете пока там дмитрий ждем когда он там проверит значит свой код чтобы нам рассказать как стыкануть телефон с есть 266 то есть есть стенд где это это подключено можно делать я смотрю но пока я вижу что он не заходил в том плане что на esp залита прошивка которая просто мигает лампочка и вот она как была таки осталось пока ничего не менял если что-то было если что-то было то уже бы я увидел понимаете ну как бы все равно вы там много очень сделали поэтому здесь нет никаких вопросов значит потом еще по моему то у женский дремлюк как раз вы сдавали свои работы значит дарья валерьевника кашутина и вот и но я вам писал да что я там не не проверил я думал что она проверил что она в модуле нету и поэтому там исправил все это там и ведомости тоже справился хорошо вот то есть нормально все у нас ведомости открыты за первый модуль вот и будут открыты до второго модуля то поэтому все там можно но но вы понимаете что там уже на втором модуле начинается уже там их могут закрыть вот не знаю ну конечно там не сразу мы там как какую-то там окно там сделают небольшое резервное но все равно на это лучше не рассчитывать вот поэтому вот значит получается те кто в global logic там этот курсовой получается вам видео снимать не нужно только записку там написать образец и все ну чтобы было отчетно потому что это по моему таким говорил если я не ошибаюсь чтобы я там не не изменил что нельзя менять правила потом ну да ну да ну да ну все получается да видео там про наполнение бака значит бак я там сделаю в пятницу там после обеда начну его там делать чтобы ацепа было и можно уже делать там это такие значит курсовой на 100 баллов 90 баллов это просто по циклу уровень гоняются а входа с цепи на 100 баллов причем я взял генератора купил такую недорогой там он выдает треугольные эти синусы дальние эти свои прямоугольные импульсы и треугольные даже одну секунду то есть нам был бы подошел но я думаю что там размах от амплитуда там порядка там 5 вольт или или хотя бы один вот там размах 160 миль вольт то есть придется сделать на ардуинке значит простейший цап там 4-битный или там 5-битный резистивная матрица и там будут выдавать такой вот нарастающий уровень там ступенечками такими небольшими и потом спадать ну и там было сделаю такую чтобы он там нарастал так где-то в течение трех секунд повышался течение трех секунд понижался или пяти и вольтметр еще поставлю чтобы видели этот уровень прямо на камере как он там вольтах сколько это вот и параллельно синхронно с этим чтобы у вас двигалась вот это вот значит от этого цепи вот этот уровень ну вот такие организационные моменты вот в принципе у нас еще три недели есть вот там дел 2 лабы статичная картинка и миганя лампочками сделать легко сам курсовой этот значит заполнение бака просто так и это цепь тоже из два видео разобраны поэтому сдать очень просто вот значит этот самый второй модуль будет теоретические вопросы по вот всем тому что на лицах рассказываю вот и в том числе и сейчас вот половью и там по изи изи про вот так ну все извините что я такой немножко еще уже уст такой уставший уже там не совсем ясно соображаю поэтому такое изложение может быть не совсем последовательно но буду стараться так значит у нас ребята чишь чем мы сегодня я вам покажу начали прошлом занятии у нас мы начали слабил это самое показывать что как с ним работать вот и значит по моему по моему с вашей группой мы это с вами проходили значит что мы там проходили проходили ли мы с вами потому что там то свет выключали то все это в субботу был попала на субботу а там пришли не пришли понимаете да значит разбиралась разбирал ли я ребята с вами love you вот там примеры там типа аля калькулятора там уровня и там чего-то еще не помните вот с вашей группы на love you вот эти все кнопка лампочка и там всякие что там еще этом показывал да вроде бы что-то дело что-то что-то делали вот сегодня будет еще второе занятие которое дополнит к этим вещам чтобы у вас было общее представление love you достаточно для того чтобы в нее войти и разбираться дальше значит что мы сегодня с вами сделаем сегодня мы с вами сделаем мы с вами разберемся как в love you сделать компилирую значит произвести компиляцию по типу arduino и получить если в ардуина хэкс файл то есть мы получаем экзефа то есть это среда кроме того что на чрезвычайно легкое в программировании и там графически все делается графическом интерфейсе сразу графический интерфейс программа получается она в графике программируется и тут же дает графические там как и ногу и сразу вот или как правильно называется сразу в программе но она еще и создает экзефа вот но общая прелесть понимаете то есть для оси нам нужен язык все допустим и там qt графическая оболочка чтобы это было а здесь все сразу все в одном понимаете для значит пайтона допустим там получается графики графического этого самого интерфейса по умолчанию и нету из экзе сделать экзе там не так легко вот то же самое для джава насколько я и для пальца на поставляется есть до для пайта на то есть то есть python можно сделать все чтобы сделать графическое лицо программу газа просто тот же самый че ты со всем набором функционалов работы железом и на все поставляется питону можно работать чудесно скажите а вот допустим вот взять такую мне я вне 10 лет это тоже нужно я на по это не час это программирую обработку изображения вот скажите а вот на пойти не да вот с их за файлом есть нечто подобное такое простое чтобы превратить язык да конечно есть библиотека там буквально одной командой готовый файл упаковываются в один экзешник но это на ее нужно отдельно подключить правильно я понимаю чтобы ну скачать библиотеку через pip install и написать команду в терминале и все хорошо а там хотя бы ключевое слово такой библиотеки не подскажете потому что у меня то есть я вот смотрите я поэтому скачал вот ну вы мне потом можете сбросить я да я напишу я даже не помню помню название библиотеки для работы с киты это пайки т5 а вот для экзешника экзешника точно помню честно узнаете я со своей колокольни значит я этот поэтому скачал поставил смотрю графической среды среды нету в оболочке значит экзешника нет и ну блин ну как столько лет прошло неужели нельзя сделать вот оказывается это нужно отдельно добавлять и возможно ну слава богу вот а это давно эта программа love you было написано по моему там 90-х годах и уже 30 лет вот она посмотрела сразу со всеми вот этими компонентами понимаете вот значит поэтому мы рассмотрим как сделать экзешный файл как в этой программе графической делать под программы то есть вы допустим сделали один проект как этот проект завернуть в объект или библиотеку и потом одним движением руки подключать эту библиотеку в виде некой функции где есть входные аргументы и возвращаемые значения выходные аргументы ваш новый проект вот и таким образом делать такую многоуровневую систему программирование где у вас допустим есть на типе типа гипертекста понимаете то есть вот у вас есть основная программа нас и там несколько какие-то кубики не нарисованы каждый кубик этой отдельно и дальше идет отдельно значит схема отдельная программа в отдельном окне понимаете вы нажали на гибер кубик попадаете туда очень очень удобно вот это раз два еще третье что ж такое там 3 я хотел сейчас я вспомню да еще 3 как нам подключить значит наш лоббив к железу что вообще с железом какая там ситуация вот мы рассмотрим это дело если успеем тогда значит я вам мы с вами еще подойдем к другой системе проектирования для это для ученых для биологов для врачей там для кого угодно для людей которые являются и не программистами инженерами то есть у них вообще мышление такое хорошо если она картиночное мышление понимаете а есть еще отдельная среда программирования отдельных бы стиль программирования тоже для осу то есть лоббив это же для осу для автоматизированного всем управления хорошая система индикации вот и система управления правда не быстро не не в реальном масштабе времени но так более-менее вот а есть системы которые очень быстро работают действительно реально масштабе времени но они не выводят изображение в станут в себе как бы на экран монитора вот сверхнадежные не зависают вот для инженеров они сделаны и написаны языки инженеров языки инженеров то что электриков электронщиков это обыкновенные реле контакты замкнут контакт или разомкнут контакт вот мы может сегодня может следующем занятии попытаемся на этом языке а это является в чистом виде алгебра боли то есть язык ниже уровня ассемблера понимаете даже ниже уровня шестнадцатичного кода то есть если можно же прямо прямой бинарном ходе программировать вот еще ниже понимаете вот очень интересный там есть свои казалось бы это вообще там программировать невозможно нет там есть свои положительные моменты где что-то можно сделать очень просто и она будет выглядеть ну по сути как строки носи понимаете если или и это и это и все видно сразу и все очень здорово визуально понятно вот казалось бы да такой переход чем ниже выпускаемся тем труднее программировать и вдруг на самом низу раз и она переворачивается опять программировать вроде бы легко но это кажущаяся простота я вам покажу пример где оказывается что не так легко сделать ну ладно вот значит я вам сейчас запу запускаем значит я сейчас вам покажу как нам делать экзешник экзешных файл значит вот у меня здесь есть 2 2 на 2 love you в одна ночь и 2013 года так значит у нас тут было election 2 вот значит у нас была такая вот программу ли на мы с вами сделали сделали вот они там два экрана у нас так ребята в принципе видно или не очень как вы скажите так или плохо или все это настолько мелко что так так очень мелко да я я могу попробовать увеличить разрешение но в целом она разобрать можно разобрать может но надо будет но тяжело сейчас вы будете давать и значит когда у меня 1900 на такой здоровый экран сейчас я попробую сделать покрупнее так 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 здесь вот так вот left and right так так получше немножко лучше да вот вот значит у нас значит слева у нас это фронт фронтальная панель справа на панель кода называется блок схемы то есть ну как бы кода нет чистым видео до 10 мета блок схемы можно так сказать вместо кода и тут у нас в тулси в тулси в тулси у нас должен быть вот значит функция которая позволяет значит превращить это дело скомпилировать вот за фон вот здесь 2013 этом самом нету этого значит это этой этой программы если я на нее нажму то будут написано что для того чтобы открыть стендалон то есть одиночное приложение вы должны использовать использовать так над программу которая называется application builder то есть создание приложения love you в профессионал development вот включает это но здесь получается мне непрофессионал непрофессионально всегда версия разработки но если мы используем значит основную пакетч ну как пакетч на русский перевести упаковка комплект в общем вы поняли да или полную систему разработки то есть казалось бы полная да там должно быть все оказывается есть только профессиональные то вы можете купить прилав значит создать им приложения вот раздельно отдельно через обращение в через веб-сайт значит мы на прошлом занятии там с другой группы другими группами тоже проходили эту тему и там искали а сколько же это все стоит и оказалось что фирма national instrument которая производит эту программу значит она пишет что все обращайтесь к этим к дистрибьюторам значит мы там искали среди дистрибьюторов в общем среди дистрибьюторов мы там цену нужно заказать то есть она скрыта не показана понимаете там несколько разных вариантов покупки этой программы с разными там включенными блоками там вот видите с этим билдером без билдера вот потом кроме это билдера там еще есть нужные на блоки которых я расскажу позже вот и в общем где-то где-то все-таки нашли цену там 1200 долларов как какая-то версия непонятно какая но это 2014 года то есть понятно что это уже это просто остаток а в каком-то сайте не планируется так что можно достаток купить нет это просто какой-то эхо старых сейчас этого нет поэтому программа конечно классная в плане программирования но в общем кун и купить ее не так просто значит я 20 лет назад работал на заводе и завод купила то значит программу тогда и вот эта версия купленная эта программа она есть у меня ее можно скачать значит с нашего сайта там есть и значит программа в общем основная программа которая позволяет программировать разрабатывать и есть самое главное этот application builder от виде отдельного блока который вот потом появляется здесь в этом ту в тулсах вот и его можно запустить для того чтобы создать так за то есть значит завод купил тогда вот весь навязать этот набор вот так вот я потом хотел чтобы это легально нашлись тут значит перепередать я искал этих дистрибьютора в украине оказывается уже их не было потому что там промышленности почти нет уже особо никому не нужно вот в москве там да еще есть представительство но не там что-то там долго разбирались с этим и пока не разбирались выяснилось что уже давать студентам этот материал в полном объеме как давали там пять лет назад уже не имеет смысла потому что рабочих мест на ладьюх почти нету понимаете вот и поэтому это дело заглохло и поэтому желающие могут скачать эту с диска значит это ловив и там с полным вот она там все есть и она конечно старенькая версия 7 не 2013 но значит там для наших задач это выше крыши понимаете все все там будет прекрасно работать вот с 13 вот эта версия скачал из интернета там она понятно что там код и регистрация там все такое вот мне нет может быть для нее можно вот этого сделать где-то там до найти и чтобы вот это вот подключить но я этим не не занимался то есть не стояла такая задача поэтому мы сейчас чтобы увидеть как это работает запустим более старенькую версию но там этот значит наш этот самый компилятор в exe файл он есть значит откроем какую-нибудь там таховый от генератора вот какой-то генератор и не слышать за генератор частота амплитуда также секундочку windows left and right ну хорошо пусть будет вот такого то нас генератор там у нас какой-то еще был до летом другом вот значит здесь получается такая же система но но здесь тут сах есть ребята вот она бьют application или раздаваемая библиотека то есть видно шар от как как и здесь перевести общем на наш этот самый для общего пользования библиотека значит если мы нажимаем на вот это вот то получается как что у нас мы можем значит можем и компилировать в экзешник можем откомпировать дуэльку а потом это дуэльку подключать в виде каких-то дополнительных библиотек в наш проект то есть библиотеки можно создавать самим то есть очень здорово значит затем она набираем имя файла при этом экзе экзе вот эта точка экзе как нужно оставлять и но она отсюда не берет не подключает автоматически но допустим там генератор напишем генератор вот так генератора 2 теперь нужно указать как обычно там куда мы это все дело сбрасываем четвертый курс лавьюф генератор и сюда и выбрать этот эту папочку выбрали папочку обозвали и бьют так значит она видит что при компиляции оказывается нужно закрыть эти открытые окна закрываем все эти окна вот все идет процесс все вот так вот просто она завершается значит давайте мы посмотрим как выглядит теперь наш этот файлик так 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 и четвертый курс так лавьюф генератор и у нас то генератор вот видите генератор 2x если его сейчас запущу то вот у нас нажимаем на play значит нашего этого дела и амплитуду я сейчас увеличиваю и что и вот у нас все на все у нас есть у нас хорошо смещение вверх-вниз а он автоматически это это не очень удачно автоматически постарается в общем все работает можно нажать на стоп и остановить выполнение программы вот она не останавливается видите на стоп нажал тогда здесь установлен все и уже теперь она не понял так понятно интересно так жму на остановку она все равно работает понятно значит есть ошибка в программе что она не останавливается а вот остановилась а мы подождите до остановилась нормально так ну что здесь видите получается что она создает экзо файл прямо в размере того окна который у нас там был изначально вот значит значит давайте и дам так скрипт сохранить или не сохранить ну давайте скрипт и не надо сохранять нам не нужно вот значит тогда чтобы этого не было чтобы этого не было нужно сделать вот так вот ребята значит вот таким вот образом уменьшить значит все вот эти вот наши вот эти все подвинуть в уголочек кнопку стоп мы тоже вот так вот сюда поставим и вот это вот сверху и таким образом после компиляции вот и сейчас компилировать то она вот в таком вот виде в таком вот виде так и будет вот то есть удобно чтобы у нас все было окно занимала минимальные значит наши так вот так ударе стоп и тогда можем как-то вот сюда поставить и тогда можно еще и 10 сместить так прекрасно но видите остаются еще у нас такие вот а можно можно сделать вот что можно сделать чтобы эти полоски можно сделать вот что вот так вот все это выделить ты поместить вот так вот сюда и здесь на самый край и здесь на самый край вот она автоматически посередине что ли стоит она подождите ребята интересно да она она все время ставит автоматически интересно ладно получается некоторые запасы там вот если сейчас мы это дело с компилировать она в таком вот виде и будет то есть вот так вот просто происходит компиляция думаю для вас это ничего такого вопросов не будет все очень просто такси вот и второе что нам значит что нам нужно значит увидеть а как нам сделать так чтобы 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 у нас значит была вложенность то есть ну значит то есть мы нашу программу который написал превратим в некую функцию сход с входами и выходами наши перемены и будем потом обращаться к этой программки к этому вот так ну как некая готовая функция с входными и выходными коннекторами понимаете вот давайте посмотрим как это сделать значит смотрим что у нас тут есть таховый это генератор не давать я тогда новую сделаю новый blank чистую и мы там сейчас с вами сделаем такой простой светофор значит логический светофор как он будет выглядеть значит нас будет такой правая кнопка берем значит контрол управления берем вот такой пантер слайд вот и вот двигает эту штучку здесь вот у нас будет 4 лампочки зажигаться выше или ниже значит выбираем наши лампочки еще одну лампочку почему так как то есть и 4 то есть у нас будет такой светофор уровня скажем так значит давайте я вот это так вот расставлю все так и значит нам получается нужно что при перемещении вот этого кой этого значит ползунка у нас там а чего я хочу его подвигать вот вот при перемещении ползунка у меня значит эти лампочки зажигались площади но вот но при этом желательно чтобы тухнули предыдущие то есть мы так немножко усложним программу значит давайте нижняя лампа сделаем ее цвет синий значит цвет синий вот он здесь есть такие значит эта лампочка мы оставим зеленый то есть это норма а вот эту лампочку мы сделаем уже такую желтенькую такую верхнюю красную то есть это у нас уже переполнение что там было зеленая зеленую делать заменяем на красную причем обратите внимание так меняется тон цвета нашего вот а вниз он черный а вверху он свет на ветер разбили ный вот вот так вот все окей ну и получается что что у нас получается как смотрите здесь у нас выход какой дебель то есть у нас двойная точность то есть это 16 и 16 битовая у нас получается выдаешь переменные типа 16 бит то есть двойная точность а эти булли он получается у нас то есть true или фальс ведь это или f то есть получается несовпадение переменных поэтому если мы вот так вот это вот так вот сделаем то она напишет видите и даже можно потом смотрите за несовпадение она вот эту стрелочку разорвет то есть получается вы она про получается проверяют значит программа сделал таким образом что значит проверка правильности кода происходит постоянно вот в цикличном режиме все время и нужно запускать ран чтобы увидеть ошибки стоят она делает автоматически то есть вот так вот поставили раз и тут же появляется ошибка если вот вот эта стрелочка запуска нас носа разорваны если на нее нажать тут же появляется сведение об ошибках написано вы подключили два терминала с различными типами данных понимаете значит нужно посмотреть лист этих ошибок нажмите любую ошибку для листа это посмотреть что что не никак что там не работает так значит понятно что здесь разные перемены поэтому напрямую подключить нельзя но там показал что мы сразу же тестирую код значит и мы должны поставить какие-то там значит элементы функции сравнения значит если мы это писали бы на языке сит и мы бы написали что допустим вот для это самой верхней лампочки если у нас допустим уровень сигнала больше чем 8 то включаем ее для лампочки допустим вот это 3 вот то мы сказали бы что если он больше чем 6 н.д. и меньше чем 8 то ее включаем вот zn так далее там 1 на синий пишется это там бесики пишется то тогда в скобу этих фигурных скобочках мы пишем включение или выключение там else в то есть мы написали бы omega и фальза и фальза фальза iv или там кейс вот и в каждом вот этом кейси и эльзы использовать операция сравнения вот давайте поэтому правая кнопочка вот она и арифметические к парижным тыс у нас комп режим прямо и vk envision есть больше меньше есть больше меньше чем им меньше чем вот ну давайте вот значит больше чем или равно вот сюда мы поставим обратите внимание что тут вот эти вот значит коннекторы желтенькие то есть это уже двойная десятичная штука а это зелененькая зелененькая то есть true фальс значит здесь уже типа совпадают и можно их между собой соединять видите значит что здесь нарисованы посмотрим вот я не дорисовал все что она мне скажет что на контейнс анваре или или плохой терминал то есть значит содержимое не подключено то есть входы если не подключены она проверять если входа не подключена на входах у нас может быть какой-то мусор и такой оставлять так нельзя значит чему нам подключать больше или меньше понимаете берем правую кнопочку нажимаем help и здесь написано что возвращает true то есть единичный сигнал если x больше чем и игрок а значит нам на x x наверху на x нам нужно подавать эти значения вот не на нижний игрок а на x то есть если больше чем 8 а здесь на игроке должен показать бог число больше чего у нас получается значит это у нас здесь ребята есть по-моему рик дари в арифметике нумерик и в нумерике есть константы вот думаю эту константу как раз и подключим вот и здесь видим 8 или 8 и все если я видите тут же проверка произошла все хорошо если сейчас стрелочку нажму то при превышении 8 видите у меня загорается красная лампочка при понижении нагнасти то есть все чудесно все чудесно так ну вот значит а для восьмерки понятно что там одно условие а вот для 6 а для 3 значит 4 это больше 8 а для 3 больше чем 6 меньше чем 8 значит придется сделать 2 2 операция сравнения значит тогда мы делаем для операции сравнения компарижен ну из чего так значит вот так вот мы сделаем так и а ту в обратную сторону так так питьяну даже уже что-то там соединяет так ну значит здесь у нас меньше меньше чем смотрим help true если x меньше чем y значит меньше чем меньше чем 8 и больше чем 6 все нормально мы поставили хорошо значит тогда меньше чем сюда подключаем это больше чем сюда подключаем а здесь мы подставим разные там цифры так нет нумерик мы должны цифру и здесь мы константы так тут она даже чувствует нет о и из тоже получается здесь она чувствует так значит меньше чем 88 больше чем 6 так ну вот значит сравнение до больше меньше у нас прямо в си прямо мы пишем значок на клавиатуре здесь почти то же самое но смотрите мы же не можем эти входы объединить между собой просто так вот если вы подсоеди мы их просто так тут же возникнет ошибка потому что нельзя два входа возникнет конфликт между нельзя два выхода в некий конфликт между выходами как вы думаете что нам здесь нужно значит нам нужно здесь поставить какой элемент элемент и когда и там не стоп значит у нас это значение сейчас подождите значит у нас больше чем 6 и меньше чем 8 значит мы должны поставить элемент и логический значит давайте посмотрим логическое значит есть у нас булевая алгебра и и это у нас энд значит берем ставим энд вот он уже оперирует чисто с нулем и единичкой так сюда так сюда вот так графически выглядит строка на си когда у нас больше чем больше меньше и и то что мы пишем ор а здесь просто значками определяем и у нас все будет теперь хорошо так включаем здесь значит больше чем 6 загораться желтенькая меньше чем 8 она гаснет загораться красненькая все шикарно у нас происходит так значит тогда мы берем это вы можем это скопировать ставить сюда для для того чтобы не писать каждый раз вот это вот так есть опять ставить каждый раз вот так вот и насчет верхнюю часть я должен соединить и это тоже катушка и здесь только поменять значение значит ну ладно здесь уже поставим 0 поставим 2 если паста от 0 до 2 а 2 4 а 4 до 6 а 8 1 2 3 4 а значит не до 2 а до 4 а до 4 значит здесь 4 до 6 4 до 6 из 6 до 8 все поехали смотрим так и чего она у нас ничего не не показывает а да да что не показывает то не скажет потому что мы выхода не подключили еще здесь вот так вот есть поехали вот значит желтый зеленый и синий так и у нас все красиво выключается так понятно да ну ребята для вас это простейшая вещь вот все ясно значит а что нам нужно сделать и мы получается создали некий программный автомат в виде набора вот видите этих функций и для того чтобы в нашей новой схеме которая предположим большая то есть здесь проблема ребята какая еще я не нашел в этой системе там сколько в ней работал можно ли увеличить или уменьшить вот или допустим отъехать назад потому что вот значит получается как ну как и в программе в обычном программировании если там количество длина программы там превышает там не знаю 50 строк она в экране помещается нужно вот по ней ездить при этом то что вверху она уже не видно и в общем в программе трудно разбираться поэтому что мы делаем на какие-то блоки кода значит заворачиваем функции и уже значит в основном в меню просто и вызываем эти функции получается код коротенький если на функцию нужно рассмотреть то как мы делали значит в нашей системе мы нажимали правую кнопочку на функцию open declaration и мы попадали внутри это функции там это все разворачиваем здесь тоже самое вот это же некая функция правильно есть входные одно входное значение которое меняется есть четыре выходных значения вот и когда у нас код допустим большой у нас он разрастается он тоже самое не влезают в общем вот поэтому можно вот это все упаковать квадратик упаковать функцию и потом ее использовать как это сделать значит для того чтобы ее упаковать квадратик получается что вот это вот наша функция должна иметь некий такой коннектор но это как вот как здесь понимаете вот у нее два входа это входные аргументы один выход но для всей всей этой программы коннектор находится вот здесь если нажать правую кнопочку и нажать show коннектор видите то она покажет покажет здесь такие вот контакты значит здесь уже прямо на разделе носах согласно нашей программе ведь один общий контакт на вход и 4 на выход поэтому мы нажимаем левой кнопкой вот так вот эту и под показываем куда вот так вот сюда раз и она соединилась внутри правда правда не показывает но косвенно увидеть что она соединилась мы можем видеть что она красилась в цвет то переменная которая требуется на вход дальше вот у нас нижняя раз и сюда подключаем это стала зелененькая видите булево так зелененькая и сюда и сюда и сюда и все вот у нас наш наш коннектор подключен вот теперь вот эту вот штуку можно значит значит можно сохранить как библиотеку которая делает эти вещи по моему это здесь сейчас посмотрим сфс вот и видите new вы и лабрии написано а кстати вот тут уже есть значит имя библиотеки лэвелс лэвелс я наживу просто лэвелс потому что мы уже на прошлом занятие делали и такое имя вот вы лабрии есть так и окей фал дела все мы его сохранили и можно потом эту библиотеку прямо сюда подключить но проще нам сделать знаете тоже графически перетаскиванием то есть можно если сейчас я открою новое приложение создав новое вот не вы видите вот и в там не вы и я сейчас вот так вот поставлю можно просто перетянуть на него можно ребята просто придет на него эту нашу новую функцию вот так вот отсюда так вот берем gif и тут сюда и не получается сейчас подождите как-то она у нас получилась так вот этого а так подождите вот вот это сейчас она вот так а нужно сделать show icon вот и иконка не то сюда да а сюда да вот она иконка видите то есть отсюда сюда если нажму правую кнопку как же мне теперь ее view отключить о отключите вид как иконку и и здесь я сделала вот так left and right вот то я могу я могу ту программку который у меня за плечами использовать видите вот она теперь будет выглядеть вот таких вот не так как здесь занимающий много площади она будет выглядеть вот коротенько как здесь вот и что мы тогда можем сделать мы тогда можем сделать вот видите здесь это вход нашей это вход нашего слайда а это четыре выхода ответьте нашего значит здесь сладик написан просто который мы крутили мы можем тогда здесь смотрите что сделать управляющий значит нашу кнопку вот и вот так вот и сюда подключаем а здесь 4 4 лампочки так вот сейчас я тут подпочу там давайте сделаем такие современные чуть-чуть изменим так есть ну здесь соответствующим образом все это тоже подключим 4 штуки но при этом смотрите что экономится экономится ребята при этом так более 4 более наверху под ней 2 ну вроде все правильно под ней 2 вот тут под ней 3 вот и тут 4 о так соединяю вот так вот все и логик которая там спрятана нас теперь будут работать запускаем и смотрим так видите вот она уже работает таким вот образом можно делать иерархические вложенные значит наши под программы разбитые по объектам все это у нас будет работать так я думаю что вам понятно до вопросов не возникают вот с этим вот всем делом все очень просто потому что из графика видно как есть вот и последнее что я ребята вам хотел показать по love you в пол системе love you это я вам хотел показать так не сохранять не нам и на и это тоже так я уходил показать а как нам стыковать с железом вот эту нашу ведь love you она как позиционируется она позиционируется ребята система которая превращает наш компьютер в контроллер вот и значит получается что нам же это очень важно понятие как превратить в контроллер значит эта программа должна иметь какой-то выход на реальные какие-то ножки на реальные какие-то выводы которые мы можем подключать лампочки моторчики кнопки вот и принимать информацию отсыпается обшим модуляцию все как положено и все это может попадать из внешнего мира на компьютер че конечно какое-то железо так вот там были вопросы там у ребят очень такие грамотные состоящие в том ну почему вот такая вот очень классная программа разработки которая вот так легко программируется там может разобраться даже ребенок понимаете почему вот она не не завоевала всемирную популярность и не запомнила все остальные программы типа там пайта носи и так далее ну во первых она стоит денег вот ну вот тысяч довольно дорогая чисто она одна во вторых она заточена ребята под ну скажем так она применяется в основном для железа хотя не обязательно вот и железо ребята стоят весьма дорого то есть вот значит то что мы тогда когда я работал самые дешевые платы мы нашли от 200 от 300 долларов самой дешевой платы на прошлом занятии мы искали плату там значит кто-то подключил по типу ардуино катала бьюф через плату нашу светодиодную ленту которая там разными цветами насчет горит и хорошо не подключил через стандартную значит эту плату значит которая вот специально разработана для лабьюф цена там получилось космическое там 200 тысяч рублей и там чем-то короче на наши это 80 тысяч гривен эта плата стоит ну считайте что это 2000 долларов но это вообще понятно что никакой школьник этим студент и не только инженеры не можете позволить до смысл тратить тысяч долларов я не знаю можно купить там готовый шкаф или вот такое вот поэтому вот из-за такой дороговизны такая вот классная система она увы значит оказалось она не широко распространена но для предприятия где вы на заводе сделать это 2000 долларов это вполне при нормальная цена почему потому что я помню еще тогда 20 лет назад мы покупали промышленный компьютер объем совместимый он стоил 5000 долларов по-моему то тогда или там 4 ну то есть этого стол два раза дороже чем плата ну тогда это вот примерно сопоставимо и для предприятия ну скажем так это не деньги там 10 тысяч долларов 20 тысяч долларов но не то что не деньги но это вот средний уровень на этом фоне там 22 тысячи долларов дать за плату которая там измерит весь станок это нормально вот но поэтому в массы она понимаете по таким ценам пойти невозможно но насчет эту программу с более того сейчас эту программу фирмы и видимо там спрос упал очень сильно там за счет крик промышленного кризиса промышленно сейчас основе из китая во всех а цельных странах там так называемый пост индустриальное общество строится вот значит они сейчас можно скачать эту программу современной оболочки все все красиво бесплатно там какая-то версия есть там можно скачать и бесплатно даже 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 я вам наверное могу показать я по моему эти вкладки ребята не закрыл значит вот это что у нас такое так это не это компот компания нашим инструмент выпустила бесплатно love you в 2020 и книга nxg значит там есть значит что там какие ограничения какие-то есть ограничения какая-то 32-битный какая-то вот значит 2020 только в 32-битном варианте но наверное ее можно поставить наш запустить на 64-битной системе вот а а значит nxg в 64-битном причем вот я потом посмотрел значит значит это вот love you фона кроссплатформенная система есть версии для мака есть версии для linux а то есть принципе можно таких микрокомпьютерах как разбери по я думаю что наверное можно поставить я не пробовал не знаю вот чем хороша ребята вот вот это вот love you она не только хороша тем что она позволяет нам организовать на производстве такое мы подключаем наши железяки железяки компьютеры на экране нам очень легко и просто вывести там все эти картинки каждого станка каждого датчика и и управлять с ней правда не быстро но можно там еще раз секунду она там с помощью специальной платы может быть может делать но так там пока кнопку не нажмем но скоростью оператора вы понимаете невысокая поэтому сравнимо с реакцией компьютера windows совместима поэтому там вот это вот нормально работает вот ну а что если нам мы хотим вот примеру сделать какого-то робота то есть ну там предприятие допустим промышленности там почти нет но у нас есть допустим задачи какой-то робот который допустим к ним подключены камера какая-то вот и чем хороша love you не очень много библиотек которые вот занимаются распознаванием образов картинок технического зрения там и тому подобных вещей причем оффлайновая то есть прямо вот прям на борту понимаете все это делается я не смотрел я эти доска да насколько доступны эти библиотеки обработки изображения но то что математика самое лучшее здесь значит ну как бы все сделали того чтобы сюда ее поставить потому что это же для ученых вот этого системы вот то какая интересная бы вещь как будет уловив запустить допустим на какой-то компактной платформе ну примеру существует даже планшеты объем совместимы то есть там то там можно запустить винду вот и получается на таких планшетах можно запустить такой love you по-быренькому написать вот такую вот программу где вот эти библиотеки обработки видео обработки звука оффлайновые работают вот и допустим через вай-фай управлять этой платформы понимаете вот так вот такой вот момент он для нас для там эмбеддеров для специализированных компьютерных систем но не для осу а там для робототехники ну для интернет вещей конечно это не подойдет то что потребление огромное вот а для робототехники да вот так вот можно сделать вот и быстренько написать программку для такого робота вот это вот взорова потому что как вы видели допустим писать для андроида на мобильном телефоне это намного сложнее а здесь вот это можно сделать быстро это управлять руками робота чтобы он видел чтобы он слышал вот весьма здорово то есть вот это вот и я к чему все это говорю ну допустим плашет с винду совместимый как бы не знаю сколько он стоит а вот интересно вот на разбери разбери там достаточно мощная машинка вот если там можно на нее поставить такую вот версию значит это какие линуксовую вот то очень даже ну на ней по крайней мере про запрограммировать что-то будет я так думаю что будет проще чем на пайта не ну пойти интегрирован прямо разбери там вот в линукс туда вот а здесь вот это вот интересный момент то есть мы ему таким образом можем нашел объем при присовокупить к нашим вот и железка вот ну а что нам делать допустим вот и как раз оказывается что love you очень легко подключить через ком порт кардуина вот и в принципе там это ничего не будет стоить вот почему потому что ком порт он есть ребята значит в любом компьютере вот может быть самых последних может быть уже его выкинули оттуда но в общем основная часть ком порт имеет вот и мы таки делали мы там здесь с евгением булгаковым и с руководителем арсирии василий анатольевич мы значит право делали значит проект который там исследовал турбину то есть мы там исследовали мощность поступаемый на вход турбины мощность выдаваемо на выходе часто оборотов этой турбины вот и мы еще меняли на нее нагрузку все это делалось на низком уровне с помощью ардуино а для того чтобы она важно было произвести исследование то есть нам на лету нужно было строить график и на эти графиках нам нужно было видеть переломы изгиба где у нас там максимум минимум потому что собирать можно конечно собирать эти данные в excel понимаете и потом ставят строить диаграмму но это после и понятно что то не автоматическом режиме а здесь в автомате можно сделать вот но и получается была масса примеров и есть масса примеров как подключить ардуино к этому love you вот и мы сейчас с вами это рассмотрим значит для того что подключить love you вот значит мы должны сейчас вам ребята прямо запущу есть прям примерчик который мы делали вот он таховый вот такой вот вот и я вам сейчас покажу как устроена эта логика вот она устроена логика таким образом вот давайте я раскрою полностью видите так увеличить я не могу значит сделать так что проще уже уже невозможно значит ком порт он у нас имеет некоторые элементы настройки а именно скорость количество бит но передаваем их там 7 8 9 значит один стоповый стоповый стартовый бит контроль четности там и все остальное поэтому вот такая вот настройка на делается один раз для ком порта также как у нас этап в ардуино но также как инициализация в стм 32 и здесь делся то же самое то есть смотрите ребята у нас есть основной цикл видите цикл изображен виде такого вот кольцевого квадрата видится кольцевого прямоугольника то есть цикл вайл или цикл main ну да и цикл вайл один или цикл луп это вот он изображен так все что вынесено за пределы цикла выполняется либо до до него либо вот слева либо справа это после него при выходе из программы внутри цикла вайла мы по циклу там обрабатываем какие-то данные производим какие-то операции и получается раз нам нужно ком порт настроить один раз помните мы там писали в ардуино мы писали serial begin 9600 то сюда вот однократно настройка нашего значит компорта здесь как это делается здесь у нас есть такой объекте называется виза сериал сожалению не могу увеличить вот и здесь получается что мы к нему подключаем имя вот она видите виза ресерсный и здесь у нас остальные коннекторы как раз определяют настройку значит тут у нас настройках это у нас значит дата это у нас баутрейт скорость передачи чуть ниже следующее это количество бит восемь штук по умолчанию стоит дальше стоит парить и то есть четность нечетность нет и у нас есть ошибки какие-то для входа значит зачем нужны эти ошибки для входа если у вас еще есть какая-то схема так дополнительная которая там не происходит какая-то ошибка то чтобы остановить всю систему от нее можно эти ошибки раскидать и остановить все остальные блоки ну нам это не нужно и здесь вот еще и сверху есть еще какие-то дополнительные значит можно еще этот ком порт открыть закрыт видите они был termination вот значит тогда подключаю просто 0 или 1 true или фальс и вот еще у нас есть какой-то еще входе интересно это у нас termination чар то есть некий значит некий некий знак в данном случае перевод строки вот который там заканчивает конец передаваемом сообщения вот шестнадцатичном коде там он пишет 10 вот вот и все и вот это вот значит имя нашего нашего компорта нашего объекта и скорость выводится у нас значит на фронту фронтальную панель вот она здесь как раз и выведена так это я не так сделал не нужны вот так вот и драть видите вот имя нашего компорта можно даже выбрать ком 1 видите и даже поменять скорость на лету можно эту скорость закрыть программе а можно на лету это показать значит вот так вот он настраивается очень просто ну принципе и на языке си тоже просто там тоже можно писать сериал что там begin 9 600 а там можно тоже добавить 8 n1 вот ну помню в общем очень похоже но потом мы должны же из нашего порта читать эти данные читать ну а чтение должно происходить по циклу значит объект который читает он должен быть внутри цикла ведь он действительно разделен и здесь таки написано виза а и bc и r r от слова рыд видите здесь у нас есть входные данные вот они входные данные называются тоже которые как бы здесь обращение через имя вот это у нас здесь ход количество байт которую подаем на вход значит ошибки в их вы убить и здесь вот выхода выхода ошибок сейчас вот в р р ау соединяется с входом для ошибок и дальше он выходит туда наружу и у нас есть что у нас есть еще тоже имя на выходе для того чтобы все это связать все эти три компонента что-то одно имя это все у нас один ком порт и есть у нас наконец-то выход наших данных буфер для чтения видите и вот такая вот значит пурпурно значит ленты полосочка она как раз выдает нам эти данные значит нашим этом проекте ребята здесь как раз это важно рассказать а здесь у нас получается как у нас передавалось этим увеличу вот у нас передавалось значит два значения значит у нас там в этой турбине мы измеряли данном при в данном случае мы измеряли силу нагрузки на турбину и скорость ее вращения и вот нам нужно было посмотреть это соотношение там было как если мы турбину зажимаем чем-то там рукой или там какой-то ниткой вот то скорость падает и наоборот расслабляем естественно она вращается быстрее и вот нам нужно было найти такой момент где вот произведение этой скорости на вращение на вот эту силу было было бы максимальным то есть если мы сильно землю на просто становится толку не будет если мы разожмем мы она будет крутиться в холостую мы с ним энергию не возьмем и нам нужно было найти этот момент где вот как раз прижатие такое чтобы вот с нее взяться максимальную энергию вот это по графику нужно было увидеть вот и получается вот мы передавали 22 значит 2 скажем так два пакета данных значит один пакет было 3 букет на трех цифровое обозначение обозначает число оборотов там у нас она колебалась 0 до 300 оборотов в секунду даже они видите даже есть до 750 ну в общем 333 цифры значит и передавала сначала эти три цифра потом после них ставилась запятой как разделитель вот и после запятой уже было четыре цифры так называемые там при сжатии мы измеряли весовым датчиком и он выдавал условные такую цифру там четырехзначные цифры понимаете поэтому каждый раз передавалась такая строка стринг где у нас были первые три цифры то число оборотов запятая и четыре цифры то силы прижатия вот и вот они получается шли у нас в одном значит значит в одном пакете а потом эти цифры получается нужно было разделить то есть понять что где у нас там первые цифры показать на одном графике вторые четыре цифры на другом вот такое разделение вот она вот довольно такая сложная функция называется на парсинг вот этот парсинг здесь реализован видите вот на таком вот компоненте вот который в общем то является такой расклада вы значит входные данные на такие вот видите на такие значит два выхода и что очень важно вот он имеет это управление вот как она здесь называется формат стринг где мы указываем как мы разделяем нашу строку в частности вот у нас три цифры десятичные потом запятая потом 5 цифр десятичных вот он разделяет их таким образом через запятую и на выходе он уже нам выдает здесь видите выход 1 и выдает выхода счет 2 вот и да ну еще и весь выход ошибки который если что у нас появится просто на экране вот это вот квадратиков выход на экран значит первое это у нас обороты значит мы обороты в том числе и 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 в Он уже показывает не относительное времени, а показывает, как соотносится сила с оборотами. То есть, обороты у нас здесь, так, наоборот, амплитуда у нас по горизонтали, а сила у нас по вертикали, а сила у нас по горизонтали. И вот этот двойной график, он как раз этот изгиб нам и позволял увидеть, понимаете? Но, так как это уже другой осциллограф, ну, скажем так, утрированно, аллегорически, то объект уже выглядит иначе. Видите, у него не один вход, эти все имеют по одному входу, а этот имеет два входа, для икса и для игрока отдельный. И у него своя особенная такая вот картинка изображается, для изображения, другая немножко, чем здесь. Ну и, значит, что еще? Я, к сожалению, не могу сейчас показать, потому что нужно подключить ардуинка, запустить турбину, тогда все это мы увидим. Есть видео, в принципе, там можно посмотреть, интересно. Вот таким вот образом, но для чего я это вам показал? Что, ребята, всего лишь там три объекта, значит, сериал, название, значит, чтение и разборка по вот этим вот нашим, значит, разделение separate, то есть парсинг. Вот и все, три таких вот квадратика для того, чтобы упадать с компортом. Подключить нам ардуин, который ничего не стоит, и превратить наш компьютер практически за бесплатно в систему, которая собирает данные. Ну, здесь она только собирает. А если мы хотим еще и чтобы она управляла, то есть нужно поставить такой вот кусочек, не R, RID, а RID. Как это сделать? Значит, у нас здесь есть, смотрите, инструмент I.O., то есть наше I.O., Input, Output. Вот, и здесь в этом I.O. есть у нас инструмент Serial. И вот, если у нас Serial RID, видите, чтение, оно как раз и применено. А мы применим чтение RID. Вот, если я этот RID вот так вот, ребята, сюда поставлю его, то здесь то же самое, только тут точно так же у нас вход, видите, буфер для записи. Вот, и зачем это нам может быть нужно? Ну, для меня это тоже нужно. Значит, у нас же есть такая необходимость сделать так, чтобы мы дистанционно могли для наших контроллеров на стенде менять, допустим, какое-то напряжение, которое мы поднимем на ножку. Ну, допустим, для АЦП. И вот я могу на LabVIEW поставить такой вот ползуночек, который мы делали вот только что в предыдущей работе. Значит, с этого ползуночка считывать данные, передавать их через компорт на Arduino. Arduino эти данные превращают там ЦАПом своим каким-то внутренним, ШИМом, допустим, ШИМом превращают в плавный аналоговый сигнал и подает, допустим, на стенд 32. Вот, и вы тогда, зайдя на стенд, запускаете это маленькое приложение, экзешный файлик, где там этот ползуночек есть, понимаете, крутите его на экране, а он на стенде живьем меняет это напряжение. Вот. Или там ребята как раз у нас там делали там, значит, для наших физиков, значит, шикарный такой стенд там, электромагнит он там, мячик этот, шарик примагничивал, и они тоже сделали это дистанционно управлялось. Я, правда, не знаю, на каком языке это было написано. Вот, вот это вот такую тоже вещь. Поэтому вот этот LabVIEW, в данном случае просто чтение, можно еще запись, и тогда мы можем дистанционно управлять физическими объектами. Вот, и снимать камеры, видеть, как это происходит. То есть, делать, ну, довольно-таки полноценную физическую лабораторию, физическую именно лабораторию, которая будет управляться такими программными методами. Вот так вот это вот выглядит. Несложно. Значит, примеров связи с Arduino LabVIEW много, вот, поэтому можно использовать, пожалуйста, качайте бесплатно LabVIEW, вот, подключайте ее к Arduino, если вам это, там, в общем, понадобится необходимость такая, и все будет легально, и, в общем, почти ничего не будет стоить. Так, ну вот, ребята, значит, я вам показал про LabVIEW основные вот такие вот вещи, которые нужны. Дальше, что я могу сказать? Значит, можно на LabVIEW делать не только вещи, которые работают с железками, но и сами по себе. Можно писать приложения, которые работают с интернет-приложениями, с веб-программированием можно у них делать, работать с таблицами, с базами данных. То есть, чисто софтверные дела, понимаете? Можно подключать камеру и сделать там распознавание образов довольно серьезное. Вот, я не знаю, правда, насколько. Ну, допустим, я знаю, что есть хорошая библиотека ELOV, которая хорошо распознает, но понятно, что, наверное, сюда ее нельзя интегрировать. То есть, она просто запускается на Windows-приложении отдельно, и Python ее точно поддерживает. Можно ее состыковать с LabVIEW, не знаю. Какие, допустим, системы распознавания здесь, я, скажем так, не следовал от опроса. Вот, значит, соединить, сделать так, чтобы получать данные из сети, прямо, напрямую, без TeamViewer. А вот, ну, то есть, скажем так, сделать, грубо говоря, сайт на это. Да, это возможно. А, значит, работать с базой данных, да, возможно. Работать с Excel, да, возможно. То есть, вот эти все вещи тоже возможны. Поэтому можно применять эту систему для программирования, и не железных вещей, которые вот очень близки вам. Значит, я, как этот железячник, я в основном, как бы, использовал ее для своих целей, вот, но я знаю, что возможно и другое. Насколько можно для софт-сверных этих вещей применять, я не знаю. Но я думаю, что вам, может быть, наверное, стоит изучить, тоже мне, тоже рассказать вам, показать примеры. И, возможно, может быть, вы даже в каких-то своих проектах можете там отодвинуть в сторону Java, и там какой еще, Python, и сделать то же самое на LabVIEW. Здесь все это делается просто, очень быстро. Вот, ошибки тут же показывают где. Вот, ну, вот интересно, если было бы ничего не плохо, было бы, если бы можно было ее применить для Android. Вот, чтобы так с Java не мучиться там на Android Studio, может быть, можно то же самое сделать здесь, легко и быстро. Вот, интересный момент, разобраться с этим, вот, не знаю. Вот, поэтому вот такая вот, даже там реклама, что LabVIEW – это профессия, что это, в общем, человек, который умеет программировать на LabVIEW, это такой же LabVIEWшник, как он питонщик, как сишник и так далее, понимаете? Вот, то есть, это очень такая богатая система. Ну, вот, я вам рассказал эту систему с точки зрения, вот, встроенных специализированных компьютерных систем. Вот, а может быть, ее можно применять и в других областях применения. Так, есть ли по этой системе у вас, ребята, какие-то вопросы? Все ли, есть что-то непонятно, может быть? Или есть какие-то предложения? Так, ну, раз нету, то, по крайней мере, на прошлом лекции одного из студентов эта система очень, это программирование очень там вдохновило, и он говорит, о, так я теперь могу заниматься робототехникой на ней, легко программировать, я там возьму какой-то планшет, вот, и на него, его поставлен, допустим, на платформу, вот, и быстро наваяю такую программку, и через Wi-Fi я там могу эту платформу управлять. То есть на платформу можно поставить ESP-8266, оно на борту содержит прямо Wi-Fi передатчик, вот, и управлять этими колесиками через этот Wi-Fi, и все. Вот, и это довольно просто. Так, хорошо, тогда мы, смотрите, тогда мы эту систему, которая сделана, эта система сделана для ученых, вот, мы ее закрываем для индикации промышленно-производственных процессов, не сохраняем, вот, и мы сейчас с вами переходим к еще очень интересной системе, которая сделана, ребята, для инженеров, вот, значит, сейчас я ее запущу, там, где она тут у меня, вот она. Значит, она выглядит таким образом, это тоже программа с завода, которую завод когда-то купил, вот, значит, что, зачем она нужна. Вот это уже система, если LabWiff, она такая универсальная, для ученых, и там, для железячников, и для инженеров, и для, допустим, системщиков, и для веб-программистов, в общем, во всей области, вот, то здесь, эта система рассчитана исключительно на железо. То есть, ну, зачем это нужно, почему нельзя везде применить LabWiff? Объясню. Значит, если у нас, допустим, 50 станков работают в одном цеху, то, конечно, все их можно подключить теоретически к плате, к одной плате компьютера, там, допустим, поставить три платы, каждая плата имеет, допустим, там, по 80 входов, и выходов, вот, три платы, допустим, они дадут нам 240 входов-выходов, этого может хватить для того, чтобы подключить, там, не знаю, 10 станков, у каждого по 24, там, всяких выключателей, ну, это слегка и хватит, вот. Но, вы поймите, что все это работает на уровне системы Windows, а Windows не является системой, которая работает в реальном масштабе времени. То есть, там, ну, проблемы Windows всем вам известны. Синие экраны возможны, зависания, задержки, торможения и так далее. Там, крах жесткого диска, крах операционной системы, глюки, вирусы и тому подобное. Вот, поэтому, вот, ну, так, такое вот применение LoveView, когда она напрямую управляет оборудованием, и, и при этом оборудовании нужно управлять быстро, очень отслеживать, очень четко, где речь может идти на миллисекунды, нельзя. LoveView, поэтому, применяется для обзорного, обзорной такой вот, ну, не диагностики, а как это, индикации процессов на производстве, там, действительно, это хватает. Если система винда накроется, то ничего страшного не произойдет. Почему? Потому что каждый станок имеет свою отдельную специализированную компьютерную систему, вот, которая вот именно в этой второй среде и программируется. Значит, там стоят контроллеры в коробочках, по типу Ардуино, но упакованные, понимаете, вот, которым крутится своя прошивка, и вот эта прошивка не имеет проблем с синими экранами, проблем с жесткими дисками, там, зависаниями, вирусами и так далее. Стартует мгновенно, вот, если выключить резко такую систему, ей ничего плохого не будет. Система Windows, если выключить, то понятно, там, все остальное здесь не будет. Поэтому, вот такие вот вещи, называются контроллеры. Или PLC, программируемые, логические контроллеры. Это большой тоже раздел специализированных компьютерных систем, который обязательно должен вам дать. Кстати, вот я вам скажу, что, значит, там, я в институте работаю, там, пять лет назад начал работать, и, значит, я знаю, что десять лет назад, значит, на кафедре были даже Сименсовские контроллеры, они дорогие, конечно, вот, но были, я не знаю, как они там, а, или в симуляции, в общем, по-моему, была, по крайней мере, программа для Сименса, вот, надо, кстати, ее, может быть, найти, где-то же, она уже никому не нужна, вот, найти, чтобы вам тоже показать, значит, получается, что в мире вот этих PLK, PLC, значит, программинг логик контроллер, значит, там Сименс, ну, там чуть ли не флагман, значит, всех этих контроллеров, значит, Сименс, потом там, на слуху, Мюллер, потом там, Hitachi могут быть контроллеры, множество других, то есть, там много очень разных, там, не так как у микроконтроллеров, там, допустим, есть у нас микрочип, ST, и все, вот, два таких, они там занимают 80% рынка, остальные все мелочь, а здесь не так, здесь там Сименс, допустим, 40% рынка, там, Мюллер, там 20% рынка, там 10, то есть, они распределено, не так ярко выражено, в плане, вот, значит, лидерства, понимаете, вот, и получается, что, вот, значит, вот, был такой Сименс, вот, и на нем тоже, ну, скажем так, половину предмета студенты программировали на вот этом Сименсе, понимаете, вот, но, опять же, это все привязано к промышленности, у нас ее почти нет, поэтому, пришлось это все сократить очень резко, сократить в виде одной лекции, там, или половины лекции, но, рассказать вам об этом нужно обязательно, чтобы вы понимали, что есть такая штука, вот, как эти приборщики выглядят, значит, вот они прямо здесь нарисованы, значит, я на лекции вам на прошлой, или на позапрошлой вам их показывал, так называемые эти ПЛК, вот они стоят, стояли прямо в ящике, там нарисованы, а вот, как, значит, их программировать, то есть, нам на интересное, это что? Ну, возможности их я вам рассказал, да, что это системы, которые не имеют встроенной операционной системы, типа Windows, Windows или Linux, вот, зачем, а и не надо, почему, потому что она должна стартовать мгновенно, не бояться зависания, не бояться выключений, не бояться никаких вирусов, поэтому там есть прошивка, точно такая же, как в Arduino, точно такая же, как в SM32, но язык программирования такой, чтобы инженеры, электрики, электронщики могли на нем программировать, вот, собственно говоря, в относительности, то есть, это вот, считайте, наш Arduino или наше STM32, но на специфическом языке программирования, оно программируется, который понятен инженерам, электрикам, электронщикам, вот с этой позиции мы на него и будем смотреть, вот мы сейчас с вами сделаем, значит, простейшую программку, которая стоит на станке, а именно, у нас на станке будет кнопка старт, у нас на станке будет кнопка стоп, и у нас будет, значит, дежурный, но не индикатор, скажем так, а, скажем так, датчик уровня масла, то есть, если масло на нашем, наверное, в нашем моторе, каком-то там, норма, то он может включиться, если упадет ниже нормы, то он даже не включится, понимаете, то есть, вот всего три входных у нас будет аргумента, в нашей системе, и один выходной аргумент, выходной аргумент один какой, включение мотора, или выключение, вот и все, то есть, с точки зрения функции, вы сразу все это чувствуете, ну вот, давайте мы возьмем с вами, самый простой приборчик, значит, здесь этих контроллеров, целое семейство, зачем так нужно, вы знаете, потому что нужно применять контроллер, по своей цене, ровно такой, чтобы вот он попал, в нашу область приложения, нам не нужно брать дорогой контроллер, вставлять в простые вещи, потому что, деньги на ветер, и наоборот, слабый контроллер, мы не поставим в систему, он просто не потянет все это дело, вот мы с вами возьмем какое-то, самое простое, изи 412, так, давайте, как он здесь, вот мы его поставили, здесь уменьшена его фотография, вот, и как здесь увидеть его программы, так, программу делаем так, схема, называется схема соединений, ага, ага, ну нормально, я думаю, что вам видно будет хорошо, вот, даже сильно крупно, значит, здесь, если у нас, видите, здесь вот это вот у нас, так, а, видите, оно не помещается, а может быть будет видно, да, может быть, нет, давайте все-таки уменьшим разрешение, а, тогда вам это будет плохо видно, да, хорошо, вставляем так, значит, слева, это у нас, по сути у нас слева, это с точки зрения программирования, это наши функции, которые мы выбираем, а справа, это у нас, значит, наш, собственно, листинг, или скетч, или область кода, которую мы ставим, вот, значит, итак, у нас получается, что, у нас есть одна кнопка, это старт, старт, значит, мы ее берем, ставим сюда, вот, и, значит, а что, и вот так вот мы сделаем, вот, и обзываем ее к комментарии, так, его один, если я так назову, старт, а, видите, вот, я написал старт, и вот он как раз здесь появился, потом у нас есть кнопка, значит, стоп, еще одна кнопка, допустим, я ставлю сюда, и пишу здесь стоп, значит, напряжение идет слева направо, то есть, так же, как в программировании, ребята, значит, мы пишем слева направо, программа исполняется сверху вниз, вот здесь точно так же, вот, значит, старт, и стоп, вот, хорошо, и в конце у нас должно быть выход, видите, выход основного устройства, выход я поставлю сюда, вот, и этого, допустим, у нас достаточно, значит, а, надо выбрать здесь, видите, стоп, и стоп написал, надо выбрать и второй, тогда это у нас будет старт, старт, а и второй у нас будет стоп, вот, так, и получается, здесь что хорошо, что здесь важно то, что можно это дело проверить, как оно работает, запустить в симуляции, ну, и получается, что если мы нажмем на кнопку старт, то у нас сигнал слева идет направо, он у нас попадет на Q1, Q1 это у нас мотор, давайте напишем мотор, мотор есть, мотор есть, при нажатии на кнопку, мотор должен заработать, включаем нашу имитацию, значит, входы и, и наш этот вход один, мы можем на него нажимать, видите, здесь мы нажимаем play, и если я нажимаю на E1, видите, все окрашивается в красный цвет, ребята, вам красный цвет виден? Да. Вот, я нажал, видите, красный цвет, значит, здесь все хорошо, то есть, если здесь единичка, то мотор тоже в единичке, очень простая такая штука, вот, значит, но здесь получается, смотрите, как интересно, так, E1, давайте это передвину, так, возвращаемся в исходный код, и смещаем, вот так вот, зачем мы сместили, вы поймете, значит, что здесь нам плохо, здесь плохо то, что человек для того, чтобы работал мотор, он привязан к этому мотору намертво, то есть, мы должны нажать на кнопку, ее держать, для того, чтобы мотор работал, а нам же так не подходит, нам нужно, чтобы человек нажал, отпустил эту кнопку, а мотор продолжал быть, был быть включенным, как вы думаете, как это можно сделать, вот это вот у нас алгебра буля, у нас только есть и, или, нет, и все, вот, как вы думаете, то есть, мы нажали на старт, включили мотор, и мотор, как только он включится, может своими дополнительными контактами эту кнопку старца параллельно ей ну как бы зафиксировать понимаете вот или как бы то такой элемент триггера самого себя защелкнуть для что нужно сделать для этого для этого мы должны сделать вход основного устройства тоже они не так не так сейчас ластиком я уберу вот убираю для этого мы должны выход но выход вот это выход поставить вот так вот сюда и тогда он станет не мотором а тогда он станет вот таким вот тоже значит замыкателем то есть он и здесь это или это это элемент какой это элемент да нет то есть это у нас алгебра более и или нет то есть это элемент нет получается значит и мы его вот так вот берем и замыкаем так и тянем вот так вот сюда вот и тогда и тогда если я сейчас нажму имитацию нажму play если я нажму этот о и у один ток пойдет на мотор мотор замкнет этот контакт и он эту кнопочку значит закоротит и мотор будет держать сам себя давайте посмотрим что получится нажали теперь я отпускаю и один видите и мотор нас продолжает работать то есть вот так вот просто сделать таким образом чтобы он запоминал вот вам пожалуйста ребята как сделать элемент памяти разрядностью в один бит и которые запоминают допустим данном случае он запоминать значение единичку вот таким вот образом то есть он сам себя должен за замыкать так теперь мне скажите куда нужно поставить кнопку стоп для того чтобы эта кнопка стоп выключала наш мотор разорвала системы разрыв между и 1 и 1 совершенно верно совершенно значит давайте мы здесь удалим теперь значит вот так вот и тут этот стоп я поставлю отсюда а вот этот стоп у нас должен быть нормально разогнут или замкнут значит посмотрим размыкающий видите можно так сделать это размыкающий то есть он в исходном состоянии замкнут вот а при нажатии он разрывается понимаете то есть исходно и тогда у нас все у нас и получится поехали имитация значит он сейчас замкнут нажимаем на кнопку так здесь нажимаем play ведь он уже замкнут красненький появился значит нажимаем сюда отпускаем и у нас мотор работает и если я теперь вот у нас это и о2 и о2 если я теперь его разрывает у нас все выключается давайте я принцип работы и r значит я второй сделаю тоже вот так вот однократно нажимаем и и сейчас я уберу вот и теперь у нас будет красиво так опять я нажимаю на 1 наш мотор замыкается нажимаю на едва а видите едва а и все так ну-ка еще раз так нажимаю а нужно поддержать чуть дольше получается слегка коротко а нет разрывает сразу разрывая так включили и опять выключили так чудесно работает вот видите как на этом языке ну просто сделать такую вот простую систему вот есть а если я сюда добавлю ребята еще датчик уровня масла который в нормальном положении замкнут допустим а если там масло ниже уровне он размыкается куда я должен поставить какое место тоже в разрыв между и один один да вот между его 2 и мотором вот давайте вот сюда мы его всунем так можно сюда туда поставить значит я тогда вход основного устройства вот так вот но только я не и один а я тогда поставлю уже 2 нас есть и вот 3 и тогда поставлю вот так его 3 и назову датчик масла масло он должен быть нормально замкнуть переключая вот так вот сюда вот все запускаем это дело опускаем так он нормально замкнут при нажатии на кнопку старт мотор нас работает почему не работает не понял датчик масла почему-то у нас не за хотя бы как это так я не понял чего он не проходит я включаю он а он не проходит нормально не понял так 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 подождите схема соединений а может быть это что-то делал и нарушил может она там не видит это как он тратит работает до работы ну хорошо может эту что-то не соединил так есть запускаем имитацию play нет так хорошо стоп давать еще раз значит сюда наверное я как-то подключил некорректно так включаю так и с туда ставлю еще вход основного устройства 3 а может третьем какой-то особенный третий датчик масло есть размыкающий так хорошо ну ка имитация play все но не работает так сюда сюда ну хорошо давайте посмотрим его какой-то другой другой вариант 8 6 так размыкающие так запускаем а значит там как ребята эти ножки под номерами ник бывают какие то есть дополнительные функции которые вот они здесь не не показаны так включаю и она моторчик нас работает значит можно теперь нажать на масло где это нажать это у нас ход какой 6 до 6 давайте принцип работы 6 входа 6 вот он 6 он у нас 6 вот такой то есть случай 6 вот у нас я его раз и отжал и все у нас все разорвалось то есть у нас работает вот то есть вы увидели да и вот так вот вот такое вот очень часто в оборудовании такая вот вещь сделаны на кораблях и на заводах в принципе такие вот конечно конечно ребята там есть дополнительный допустим счетчик реле счетчик то есть количество сколько мы раз нажали реле времени если мы возьмем если мы возьмем ребята вещь посерьезнее допустим вот какой-то 8 800 и набора возьмем самый самый такой тот я удалю давайте так так как его удалить удалить устройство да вот если я возьму какой-то вот такой вот вот сюда вот вот да окей то мы увидим схеме соединений какой богатый набор функций в нем есть видите и числовой конвертер и широтные импульсной модуляции аналога цифровые преобразователи по-моему даже запись но понятно что такой блок он уже дорогой тут есть возможность установить там что ну очень много всего понимаете вот он видит вот и тут у него значит да допустим вот если я это по удаляю сейчас что у нас там было там арифметика какая-то видите даже из какая-то арифметика то вот здесь вот уже параметров видите уже очень много и получается вот этот наш красивый такой простой значит язык программирования рассыпаются в довольно сложные штуки то есть там сумма торвите есть сумма торвы считатель умножить вот этот вот все это можно у него туда поставить вот что я вам хотел как бы рассказать вот казалось бы да вот алгебра боли на ней все вот можно вроде как бы просто сделать но я когда еще по сути еще не программировал на контроллерах это было 30 лет назад вот и я занимался логическими микросхемами аналоговой электроникой вот и я думал что ну можно сделать все и однажды я столкнулся с значит с вариантом где в общем оказалось что без контроллера практически не обойтись заказали цвета музыку тогда еще и чтобы это цвета музыка значит включала лампочки page по по программе по жесткой программе но тактирование то программы должны было идти от бас-гитары понимаете там от ударника или еще чего-то ну выделить ударники бас-гитару это было легко для меня и это буду быстро сделал а вот для того чтобы менять эти программы нужно было подключить клавиатуру вот и там эти клавиш там было много ну получается там 10 клавиш и еще там этих программ было не 10 их там было почти сотня и получается для того уровня значит разработки которыми это дообладал это нужно было сделать 100 клавиш вот ну понятно что это ну как это нереально просто вот а когда вы набираете допустим по по цифре там допустим там 1325 вот то тогда можно сделать их 100 этих клавиш но таком вот упакованном формате и вот оказалось что с помощью логических схем сделать так чтобы вот она понимала что сначала набирайте цифру 2 а потом набирайте цифру 5 и что вот это 2 и 5 это 25 вот общем оказалось непросто его даже здесь давайте ребята вот даже мы сейчас можем попробовать у нас еще есть три минутки просто вот ну прикинуть понимаете так давайте я это уберу ластик удалить устройство возьмем какой-нибудь вот вот такой вот вот и схему соединений здесь нарисуем допустим если мы нажимаем на число 123 то тогда у нас мотор включается ясно да значит как бы это нам сделать получается что кнопка то у нас нажата а потом она отпускается и он должен это дело запомнить получается ну давайте как это нам сделать значит мы делаем основное устройство потом мы делаем выход наш выход вот так вот наш выход потом этот выход подключаем сюда и замыкаем вот так вот это у нас первое устройство значит и напишем это дело значит что это у нас число один значит это у нас один это у нас не один это у нас будет память 1 вот у нас запоминали память 1 помещается мы там память вот есть то есть мы нажали на кнопочку и память 1 у нас так почему здесь это память 1 да и она у нас запомнила проверяем значит имитация включаем ходы 1 нажали все запомнила так то есть она запомнила что мы нажали на клавиатуре цифру 1 то же самое мы ребята с вами сделаем что она должна запомнить цифру 2 то есть мы должны скопировать такую же вот вещь туда значит здесь вот видите вся эта наша программа вот все вот можно сюда 41 шаг можно сделать больше не помещается в память то есть вот мы сразу видим ограничение значит схема соединений значит где тут у нас это все вот так 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 значит вот вход основного устройства только это уже будет не один это уже будет 2 значит выход основного устройства вот так вот это будет не один это будет 2 видите только четыре выхода у нас есть q2 память 2 так память 2 так а это у нас будет просто 2 кнопка 2 кнопка 2 так есть ну и конечно чтобы точно так же мы ее должны зафиксить эту кнопку вот так вот сюда только у нас будет q2 память 2 и карандашик а мы сделаем сюда вот и сделаем то же самое для третьей кнопки вот 3 кнопку мы еще поставим вход основного устройства это у нас будет 3 кнопка 3 кнопка только не датчик масла а кнопка кнопка 3 значит выход основного мы ставим вот так вот сюда это у нас 3 3 память 3 память 3 это же память 3 замыкают эту это все дело третье так берем этот самый наш карандашик соединяем вот так вот сюда вот и значит теперь нам нужно сделать написать так что если мы нажали 1 2 3 то тогда включается ну как бы пароль вы набрали правильно включается 4 как мы это сделаем значит мы должны поставить выход основного устройства и сделать его четвертым а у нас 4 счет всего есть видите как у нас возможности нас ограничены да вот и как нам сделать так что вы при нажатии 1 2 3 у нас этот четвертый наконец-то дал нам возможность что мы даже набрали правильно идем дальше как это нам сделать есть у вас идея поставить их как входы просто друг за другом да да совершенно следовать следовательно да то есть мы берем вот допустим q1 q1 вот так вот q1 сюда потом мы последовать наберем q2 здесь у нас q2 потом и последовательно также берем и делаем здесь q3 3 вот ну и конечно там потом в конце соединяем и тогда когда мы нажали то что ж такое нажали на все эти три у нас четвертый у нас запустится вот и все прекрасно так здесь можно это дело мечи что такое отменить диапазон так но здесь еще знаете здесь еще можно интересно вот так вот можно представить сейчас я карандаш уберу а можно вот так представить можно даже вот вертикальном положении вот мы часто так программировали то есть программа идет но здесь не подождите может поместиться они тоже не влезают так а вот так вот это вот наша вот ну давайте поехали значит имитация запуск значит наш и 1 2 3 значит принцип работы 1 2 3 мы тоже сделаем такое однократное нажатие так один записали запомнили 1 смотрим теперь ниже не живите он один включился он помнит дальше мы запомнили 2 и 2 помнит папа а еще сразу и 3 включился почему это мне кажется самом начале он запустился потому что у него стояла нормально замкнет не нормально замкнуты самого начала был запущен подождите ну не не запущен в этом класс или в том как он работал все будет пущен уже так хорошо вот у нас один давайте так потом включаем 2 о и включаем 3 и тогда включается 4 вот ну как бы ну да ну во первых смотрите у нас уже израсходованы все выходы то есть вы поняли да вот как это сделать но тут еще другое стоит вариант смотрите а еще при цифрах важна же очередность можно набрать 1 2 3 а можно набрать 3 2 1 а можно брать ну вы поняли да вообще несколько вариантов последовательности значит нужно еще помнить в какой последовательности они значит включаются то есть либо мы запоминаем время на котором мы нажали но это целое дело вот значит либо мы что еще можем сделать мы можем сделать еще что если мы нажали сначала 1 а это правильная значит цифра то мы тогда не блокируем вот остальных двух цифр а если мы нажали 2 сразу то нужно сделать так что при нажатии 2 у нас единичка не включалась или там двоечка у нас не включая двоечка допустим включалась но при этом она блокировала и 1 3 то есть мы на 1 3 нажимаем а нажать ее нельзя понимаете вот вот каким-то таким образом и тогда вот такой фильтрации мы еще можем сделать правильную последовательность но в принципе вот тоже реализовать такой вот к вот пароля но с помощью вот алгебру були понимаете да ну вот я вот вам самую при простейшую вещь такую вот показал но в принципе там конечно ребята когда на самом деле если берется вот такой вот мощный значит вот такой вот мощный конечно контроллер как здесь который имеет множество разных функций вот то там да там есть где запутаться я вам скажу вот схема соединений вот это вот все и конечно очень важно его иметь живьем значит у меня есть живьем один такой вот 400 значит этот самый мюллер есть такой вот и даже ну там получается как сам мюллер я купил за три тысячи гривен оценить на недорого а шнур к нему стоит там три тысячи гривен его не найдешь чтобы вот эта вот программка она смотрите дальше тут есть коммуникация и она то соединяется с ним через шнур ну как ардуино соединяется через ком порт как родина соединяется с компьютером здесь то же самое вот по сути это программирование ардуино но на другом уровне языка даже бывают вот такие вот вот эти вот значит бывают ребята сейчас секундочку проект даже бывают такие блоки внутри стоит ардуино поняли да но там стоит прошивка программа которая понимает вот этот вот все то что я вам сейчас показал чтобы вот люди программировали вот такие схемы такие схемы называются лестничные или или по-английски ландерны то есть но действительно не выглядит как лестница в алгебре буря и или нет ой я уже на 5 минут задержал так ну вот в принципе и все значит если есть если ребята интересно мы можем на следующем занятии там не следующее занятие уже нужно рассказывать модуль 2 нет посмотрим как у нас там что будет вот если останется немножко время я вам могу если есть интерес если будет у меня время показать вам как наладьев сделать выход на ардуино ну соединение с ардуино показать вдруг это понадобится все-таки вещь достаточно полезная ну вот такое вот дело значит мы готовимся к сдаче модуля 2 так давайте посмотрим что у нас там на каком свете так 4 курс это не здесь это расписание так давайте ну где расписать жесткий диск там пока раскрутится так календарь по моему вот это да так у нас что листопад у нас сегодня третье число мы находимся здесь значит модуль через три недели через две недели получается даже да то есть следующий у нас будет 10 до я буду рассказывать как писать модуль до останется немножко время можем могу показать нет значит так и будет все значит у нас остался курсовой задавайте вопросы по курсовому значит пример курсового есть как его делать есть в пятницу то есть завтра после обеда я вечером буду делать к нему там вход ацп и у нас останется ребята три недели для того чтобы с этим ацп его сдать значит видео есть можно по видео легко это сделать и за три недели запросто найти день когда это все можно проделать старайтесь нет мне не не прижимать до последнего потому что там могут быть очереди ну то есть эти последние дни там все кинутся на несчастный стенд один который вот но я может быть могу еще второй поставить но не больше за нужно еще компьютер запустить 2 понимаете вот и там могут быть сопоторения потому лучше сделать и сейчас сделали выдохнули и там все это самое тем более что есть примеры всего как сделать так все я останавливаюсь если у вас вопросы ребята по этому делу по всему так давайте вот здесь напишусь если вопросов нет большое спасибо что пришли вот значит встречаемся там идущий четверг до свидания до свидания да спасибо я там отправил как за файл из питановского делать ой спасибо вам большое спасибо очки потому что мне нужно же вот эту вот программу ли но делать для а я уже вам выслал да по-моему показывали как да 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 показывали вот да так вот что если у вас и интересно значит я вам там даже посылал как оказалось питон работать с изображением я думал знаете как ну берется файл значит копируется значит в эту в память и потом в этой оперативной памяти я биты байта могу перестать как угодно там читать их менять и записывать туда же но измененные биты нет там получается я должен потом из-за я создается объект на основании этого файла в памяти потом этот объект ну по крайней мере по тем примером что я нашел и из него создается массив видео в виде точек потом берется каждая точка x и из этого массива я могу уже обрабатывать наконец-то и после этого я не могу прям в объект записывать назад нет потом я должен стать специальный слой который связан с этим исходным объектом и в это слово выгружать эти данные понимаете и потом объект я могу увести на экран и объект зацепит за собой этот слой изобразит в общем оказалось довольно сложное картинка 320 на 240 с дифференциальным вычислением то есть просто разница между соседними пикселями где-то на одном компьютере 6 секунд на ай третьем где-то за две-три секунды но очень долго вот ну я взял ту программку немножко поигрался с ней может она у меня осталась а я подключил то что советовал библиотеку для работы с массивами то есть это специальная библиотека она полностью написана из на оси плюс плюс вроде бы там прикол питона в том что он основан на языке си так и любую библиотеку которая написана языке си можно импортировать в питон и использовать в питоне понятно и и что у вас есть этот пример да а и вы мне прислали или пришлете ли расскажу расскажите меня я посмотрю не помню я прислал не прислал или вы может где-то на мне осталось и у меня получилось обрабатывать full hd разрешение до 1900 1200 где-то секунды за три с половиной у не ну посреди 340 это просто вау спасибо она наверное также от процессора зависит у меня помощнее процессор будет но в любом случае это заметно быстрее он начал работать все чудесно спасибо спасибо мне же это нужно понимаете там какая цель диссертации разработать алгоритм который мало живет энергии быстро работает с допустим для дронов или там для роботов чтобы вот он нужно взять две картинки с левой и правой камеры там выделить все это сравнить а это же все батарейные то есть это все вот упирается в какие-то мощности вот поэтому мне нужно показать также что вот я использую вот такое вот время выполнения такое-то потребление такое-то вот с этими программами идти по этому пути оптимизации как бы это сделать отлично спасибо спасибо большое спасибо да да я посмотрю где-то мы не узналась спасибо буду вам благодарен потому что каждую неделю там насчет рассказываю ну мы там ведем это эту работу и вот спасибо большое да хорошо тебя пожал до свидания до свидания